Здесь конечное мнение, это мнение суда и мнение экспертов. Но такого словаря, в который заглянув, можно было бы уверенно сказать, что я употребляю это слово, значит на меня в суд не подадут. А вот это слово употреблю, значит на меня в суд подадут. Такого словаря сейчас нет, и поэтому достаточно много разноречий разных мы видим в понимании тех или иных словарных материалов. Но мы с вами юридической практикой здесь не стараемся заниматься. Нам важно просто понимать, что когда мы имеем дело со словарями и справочниками, мы имеем дело с научным взглядом на языковую норму. И этот взгляд зачастую маниативен, потому что разные словари могут по-разному характеризовать одну и ту же ситуацию. Поэтому мы и сказали о важности академического источника, который выстраивается не на основе личных предпочтений, а на исследовательской основе. Дальше мы с вами должны записать, языковая норма динамична, то есть изменчива во времени, а словари сдерживают эту изменчивость. Изменчивость. Языковая норма динамична, изменчива во времени, а словари сдерживают эту изменчивость. Для такой большой территории, какую занимает наше государство, такое сдерживание изменчивости языка принципиально, но в общем-то, как и в любом другом опорном литературном языке. Связано это с тем, что люди разговаривают не со всем человечеством одновременно, а разговаривают в небольших группах, письменная речь их тоже часто разговаривает на небольшие группы. Это одни и те же группы, в связи с этим процесс, который изменения, он захватывает не язык целиком, а он обычно захватывает какую-то группу, регион, территорию. И вдруг оказывается, что, условно говоря, Свердловская область заговорит на каком-то новом региональном варианте литературного языка. И если словарь не будет возвращать нас в некоторую общую линию, то вполне предсказуемо, что на такой большой территории, которую занимает Российская Федерация, язык может активно распадаться. И такие процессы регулярно существуют, когда исследуется, например, вариант произношения тех или иных слов, то видно, что есть региональные предпочтения, есть в одном регионе одни закрепившиеся ударения, в другом другие. И если этот процесс отпустить на самотек, то постепенно это даст и разные варианты письменности, и разные понимания толкования, слов, то есть активизируются диалектные, по сути, процессы. Словарь противоречит этому и заставляет школам всех учить одни и те же правила и позже обращаться к одним и тем же словарям, и в том числе самому себе отчетливо проговаривать, что даже если вокруг меня все говорят определенным образом, но это не совпадает со словарем, то значит, с точки зрения нормы, я должен вернуть свое произношение, например, в сторону словаря. Таких примеров можно привести очень много. Например, вам всем, наверное, известен глагол «предвосхитить». Известен? Да или нет? Да. У кого-то вот нет голоса, да, из чувства противоречия, ну, неизвестен. Теперь вы знаете этот глагол, хотя бы слышали его. По словарю правильно говорить «предвосхитить». Ну, что вы видели в жизни людей, которые говорят «предвосхитил». Нет, ну, нет, вот некоторые те, кто «предвосхитил» не ведет. Ну, смотри, стихо вообще уже кричит произнес. Вот, ну, соответственно, у нас у всех остается выбор, или вы начнете говорить, как написано в словаре, или вы все-таки будете говорить так, как говорят вокруг вас, потому что иное произношение будет восприниматься как чужое, незнакомое, удивительное. Люди будут переспрашивать вас регулярно. И это тоже нежелательно. Поэтому слова не дают языку поменяться, но все равно выкворот за человеком, и человек сам выбирает вариант. Из всего сказанного, я думаю, понятно, что языковая норма явления не одномерная, и описать его по-простому легко не получается. Поэтому у нас под заголовкой написано «типы норм», потому что сейчас мы начинаем рассматривать разные типологии. И первая из них – это так называемая типология по строгости. Типология по строгости противопоставлено два типа норм. Это нормы императивные и нормы диспозитивные. Типология по строгости. Императивная норма предполагает, что есть только один правильный вариант. Другими словами, у человека выбор между правильным и неправильным. Этот выбор никто у него не отнимает, как в случае «предвосхитил-предвосхитил», но выбор остается, но мы выбираем один вариант, если верим словарю. Диспозитивная норма предполагает выбор из нескольких правильных вариантов. В языковой системе императивность и диспозитивность связаны с разными уровнями языка. Так на уровне панетики и на уровне морфологии, как учение о слове изменений, господствует императивная норма. То есть у нас почти всегда слово можно правильно произнести только одним образом, и почти всегда форму слова можно образовать только одним правильным образом. Но если мы начинаем изучать культуру речи, и вы это на семинарах сразу увидите, кто внимательен, то окажется, что мы очень часто будем изучать именно диспозитивность внутри панетики и морфологии, не императивность, а диспозитивность, потому что именно эти случаи вызывают у нас больше всего каких-то сомнений. То есть раз сам уровень преимущественно предполагает строгую норму, то любая попытка осознать колебания, например, чашка чая или чашка чаю, уже начинает вызывать какие-то дебаты, потому что это же один и тот же падеж, и надо вроде бы, чтобы окончание было всегда одинаковое. Диспозитивная норма в русском языке отчетливо проявляет себя на уровне лексики и на уровне синтекса. Одну и ту же мысль с очень небольшими деформациями или модификациями мы можем почти всегда проговорить с помощью разного набора слов и разных синтаксических структур. То есть эти уровни языка, они в своей основе для русского человека уже предполагают, что здесь всегда есть вариативы, здесь всегда есть выбор, и от этого выбора много зависит. Ну вот, теперь смотрим с вами, вот про уровни пока забываем, и переходим к следующей типологии, она называется хронологической, хронологическая типология. В строгой лингвистической теории о хронологической типологии можно говорить только по отношению к диспозитивной норме. Но если быть не таким жестким теоретиком, то важно, что хронологический аспект всегда вмешивается в представление о варианте. Понятная мысль? То есть когда перестают, и культура речи это вообще наука о выборе, наука о том, какую языковую единицу ты выберешь и почему, в том или ином случае. И вот вопросы правильности, неправильности, они не только влияют на наш выбор, но часто на этот выбор влияет и идея хронологии. То есть так говорили давно, поэтому я так говорить не хочу. Или наоборот, так говорили давно, поэтому я вот такой молодец, так хочу тебе говорить. Понятно? То есть идея хронологии вообще важна. Но в чёткой теории о хронологии надо говорить только для конкурирующих правильных вариантов. И в этом смысле выделяются варианты старшей нормы и варианты младшей нормы. Понятие старшей и младшей отчётливый именно хронологический критерий. То есть здесь нет представления, какая главней. В некоторых случаях главнее младшая норма, в некоторых случаях главнее старшая норма. Это уже нужно смотреть по словарю частные случаи. А в общем смысле понятно, что младшая норма предполагает ориентир на современные языковые процессы. Младшая норма предполагает ориентир на современные языковые процессы. Вот, например, в русском языке уже более века существительных мужского рода двух и трёх сложных идёт странный процесс переноса ударения от конца слова к началу. Объяснение этому процессу можно дать только интуитивное, когда ударение в начале слова в этих словах русскому мозгу легче воспринимать эти слова. И этот процесс запустился ещё в XIX веке, и он является современным. Мы его видим, например, в вариантах типа договор-договор. И хотя нас с вами урегулярно учат, что договор это неправильно, но если мы посмотрим словарь, то мы увидим, что по словарю оба этих варианта в пределах норм. Договор – это старший вариант, и он до сих пор основной, тогда как договор – допустимый вариант, то есть он в пределах нормы, но менее правильный, и он не относится к юридической сфере, то есть в юридической сфере нельзя говорить договор, а вот в жизни, в бытовой речи, в разговорной речи – это не нарушение норм, когда люди говорят что-то типа. Ну у нас же был договор с тобой. Это менее правильный, но допустимый вариант. Когда мы смотрим на слова типа каталог или квартал, то мы видим, что внутри них тоже есть возможность варианта квартал и каталог, то есть тот же самый процесс движения к началу слова. Но квартал и каталог – это категорически неправильно, то есть так не надо говорить, поэтому здесь мы не рассматриваем строгой теории эти варианты, хотя по сути они также стоят на хронологической оси в системе координат. Итак, про младшую сказал, теперь подчеркиваем, что такое старшая норма. Старшая норма предполагает ориентир на традиции, на речь учителей наших родителей. Но если говорить серьезно, то скорее даже учителей наших родителей. Потому что родители сейчас очень молодые, и учителя ваших родителей – это могут быть те же самые учителя, что и ваши. А разница здесь, на самом деле, в том, что это ориентир на то, как было хорошо и правильно говорить 50-70 лет назад. Понятно? И вот пример с договором, договором запомнили, да? Напомню вам, что договор – это старшая норма. Теперь сравните вариант творог и творог. Творог и творог. Где будет старшая норма? Творог, то есть ударение ближе к концу слова, слово мужского рода – это старшая норма. Вариант творог – это младшая норма. Вы сами каким вариантом пользуетесь? Творог. Вариантом творог, более того, люди, которые пользуются вариантом творог, они могут себя радовать тем, что в словаре это до сих пор наиболее правильный вариант, а вариант творог допустимый. Но при этом, придя в магазин, эти люди могут столкнуться с тем, что когда они говорят мне, пожалуйста, полкило творога, продавец инстинктивно переспрашивает творога. Потому что, по крайней мере, в нашем регионе вариант творог очень распространен и явно по частотности это основной вариант. Понятно? Хотя, старшая норма в области первого произношения творог. За счет этого произношения творог мы узнаем не только бабушек и дедушек, которые продолжают так говорить, но мы узнаем также людей, которые осознанно выбрали вариант, ориентированный на традицию. Но если перестать оратискать спокойно, то получится примерно так, что когда ты выбираешь вариант, то хорошо бы что-нибудь сделать. И про него знание. Потому что выбор варианта, это всегда связано и с хронологическими знаниями, и с культурологическими. Например, когда мы смотрим на слова паразиты, представляете область, да, слова паразиты, вроде бы вообще никакого отношения к культуре речи. Но специалисты считают, что, например, слово паразит как бы, это слово, пришедшее из интеллигентных слоев русской культуры, одно из любимых слов Достоевского. И в тоталитарную эпоху слово как бы было знаком людей, внутренне конфликтующих с тоталитарным режимом, потому что тогда общая языковая установка была на излишне категоричные высказывания. И когда человек пытался смягчать эти категоричные высказывания, он таким образом запускал механизмы языкового сопротивления, которые очень сильны в языке. А вот, например, другое слово паразит тоже очень сейчас распространенное, это слово типа. Лингвисты считают, что оно пришло из уголовной среды и закрепилось примерно в ту же эпоху, в конце 19-20 веке, но оно шло из другой среды. И вот, конечно, когда человек выбирает, какое слово паразит ему употребить, он мало задумывается о том, откуда пришло слово. Но на самом деле это все немаловажно, потому что вот эти косвенные знаки твоей культуры речи, они всегда связаны и с тем, в какую культуру ты вообще попадаешь, что ты с собой несешь. Поэтому рассуждение о хронологии это только часть идей выбора и важная часть, потому что определить, какой вариант восходит к какому времени сравнительно легко, даже не специалисту. И просто понимать, что ты, например, употребляешь вариант, который восходит к 18 веку, или даже там, ну вот к 18, например, вариант кофе восходит к 18 веку, и если вы даже шутливо говорите, пойдем кофе и попьем, то вы на самом деле отзываетесь на речь 18 века и на последующее купеческое, не очень образованное употребление этого слова, которое уже начиная с 19 века потеряло слонение и просто языки не слоняем. То есть варианты легко отслеживаются. Дальше давайте двигаться, потому что хронологическая норма это только фрагмент, и дальше нам нужно поговорить об очень важном, тоже связанном с историей русского языка, с историей русского государства и гей, это связь с понятием территориальной типологии. Территориальная типология. Сначала общий исторический экскурс. Вы помните, что Россия это одна из стран двух столиц, что исторически так сложилось, допетровская Россия под большим влиянием Москвы, постпетровская Россия под большим влиянием Санкт-Петербурга. Это отразилось на русской произносительной норме. До сих пор в русском литературном языке сосуществуют две произносительных стратегии. Одну из них условно называют московской нормой, другую петербургской нормой. Итак, территориальная оппозиция, первая оппозиция, это оппозиция между московским произношением и петербургским произношением. Понятно, что для своей эпохи это было противопоставление весьма важное, и оно спонтанно обладевало образованными русскими людьми. Логика была примерно такая, как описано в ревизоре у Гоголя. Любой столичный человек, приехавший в провинцию, изначально понимался как носитель моды и носитель правильного тренда. Соответственно, пока столицей была Москва, именно москвич, приехавший в провинцию, определял, как хорошо правильно говорить по-русски. Как только Петербург стал столицей, так именно петербургский, чиновник, петербургский молодой человек определял этот произносительный вариант. С точки зрения современного литературного языка, еще раз подчеркну, варианты московские и петербургские сосуществуют, хотя после революции Октябрьской в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с петербургским произношением. То есть мы сейчас с вами говорим с ориентиром на петербургский произносительный вариант. Поэтому я сейчас о нем подробно говорить не буду, он узнаваемый через нашу речь, и в целом он отличается большой простотой фонетики, возможностью говорить быстрее, потому что меньше звуков в этом произносительном варианте. А кроме того, петербургский произносительный вариант, почему он так явно закрепился после революции, потому что он ближе к по-буквенному написанию. И, соответственно, после Октябрьской революции, вы помните эту установку на ликвидацию неграмотности. Ликвидировать неграмотность гораздо проще, когда ты прямо соотносишь буквы со звуками и говоришь, что вот как написано, так и надо читать. Если надо научить читать, а потом еще объяснить, что буквы значат не то, что написано, а что-нибудь другое, то, конечно, людям крайне трудно это понимать. Вот давайте посмотрим на некоторые черты старомосковского произношения. Сначала на ту черту, которая вызывает у современного говорящего отторжение. Это произношение в первом безударном слоге на месте А после твердого звука не того, к которому мы сейчас привыкли, а к какому мы привыкли. Неполное А, то есть слабо произнесенное А. Мы же произносим жарам. В старомосковском произношении это было бы произнесено вот так. То есть это был бы звук жира. И, конечно, сегодня такое произношение можно признать неузнаваемым. То есть если вы слышите сегодня что-то типа на улице стоит ужасная жира, то у вас, конечно, контекст, в принципе, понятен, но возникает ощущение манерности речи и необычности речи. Хотя мне бы хотелось показать вам, что в целом ряде слов, особенно слов, которые сохраняются в некоторой, условно говоря, обиходной речи, но с установкой на какую-то особенность обиходной речи, культурную освещенность, там мы этот звук слышим и не замечаем. Вот, например, вряд ли вы отчетливо отслеживаете, как ваши друзья произносят слово шампанское. А вы поотслеживаете и увидите, что многие из них говорят шампанское, то есть с подчеркнутым произношением А, а многие не подчеркивают это А и произносят старомосковский вариант шампанское. То же самое вы можете наблюдать в слове шампунь. Сейчас его произнес со старомосковским произношением, а вариант шампунь, то есть с подчеркнутым А в первом слоге, это вариант петербургского. Но еще раз скажу, в области власти, здесь важнее, чтобы вы запомнили, что вот это современное, просторечное, утрированное аканье, которое мы слышим и условно называем речью москвичей, вот это вот московское произношение, никакого отношения в этом не имеет. Утрированное аканье, это просторечное аканье, и речь образованных москвичей не характеризует как раз наоборот. Образованные москвичи, а это употребляют по-другому и могут наоборот утрачивать это произношение. Давайте посмотрим на другие черты, которые можно считать сегодня одним из знаков хорошего образования говорящих людей. Ну вот известное вам сочетание, как вы читаете такое слово? Видите, кто-то прочитал булочное, кто-то прочитал булочное. Те, кто прочитал булочное, прочитали по Старомосковскому. Словари до сих пор спорят между собой, в частности в архаэтическом словаре булочное стоит на первом месте, это более правильно считают они для этого слова. А в толковом словаре русского языка Ожигова-Шведовой на первом месте стоит произношение булочное, а на втором месте, как допустимое, булочное. Но если мы смотрим на ряд других слов, например, слово «скучно» нельзя по-русски произносить через «чек» сегодня. Потому что это неправильно, потому что единственный вариант императивный здесь. «Скучно» — это норма, а «скучно» — это ошибка. Конечно, это норма, а «конечно» — это другое совсем слово, хотя пишутся они одинаково. Обратите внимание, что здесь смыслоразличительная функция. Нарочная — это норма, а нарочная — это ошибка. Подсвечник — это норма, прачечная — это норма. И это все старомосковские варианты, которые в очень небольшом количестве остались в русском языке. Ну, в частности, покажу в листах, где можно и так, и так. Например, можно говорить «двоечник» и «двоечник», но я абсолютно уверен, что вам привычнее отношение «двоечник». Именно оно. Нет? «Двоечник». Привычнее всего «отвичник» и «отвичник» нельзя говорить. Да? То есть это другой случай. А вот «двоечник», «троечник» — ну, по крайней мере, мне гораздо привычнейше. А в слове «яичница» вы тоже говорите «яичница»? «Яичница». Нет, говорит «яичница» — и это правильно, и это норма старомосковского произношения. То есть вы видите, что на самом деле эти варианты никуда не едут. Они есть в языке, просто их гораздо меньше стало. И если раньше и слово «командировочный» произносилось через шепку, командировочные расходы, и многие образованные москвичи, сегодня приезжая на конференцию, пугают бухгалтера именно таким произношением, то вот понятно, что в декартурном языке сегодня правильно говорить только «командировочный». Этот пример показал, еще давайте несколько покажу, концовки прилагательных на «и» и «хи». В старомосковском произношении нельзя было смягчать заднеязычные в конце слова. То есть вместо привычного нам «горький» произносилось «горький», «киевский» — «киевский», «маяковский» — «маяковский». И это произношение мы можем услышать и до сих пор в речи образованных людей или в речи тех, кто знает, что здесь принято было традиционно не смягчать. Еще более распространенный случай — это концовки возвратных глаголов. Упорно то, что не нужно смягчать этот звук при нормативном произношении, это тоже старомосковское произношение. То есть вместо «зацепился» произносить «зацепился». Вместо «удалаз» произносить «удалаз». Это произношение старомосковское и вы его даже у себя случайно можете зафиксировать. Потому что для русского человека, для русского слуха вот эти концовки с мягкими «сясь» выглядят как не очень фонетически удачно. Ну вы просто последите, можно на доверие принимать, можно нет. Можно сейчас еще на доверие одну вещь принять. Это почти утраченный русским литературным языком когда-то исконный для нас звук «голки-мяки-жи». В жюри — правильный пример, только это французское слово, и там нормативно до сих пор произносить «жюри», а не «жюри». «Жюри» — это глагол в значении «пожюри меня, пожалуйста», или в смысле «поругай за что-нибудь». Вот, а «жюри» — это как раз судейское коллегие в разных играх или в суде, если вы говорите. Так вот, вы привели французский пример, и это верно, потому что там «жи» — это мягкий звук. Когда мы смотрим на исконно русские слова «голокер», вспоминаем, что «жиши» пишется с буквой «и», и это напоминает нам, что когда-то эти звуки были мягкими, а не твердыми. И, конечно, я не предлагаю вам говорить «жизнь», но напоминаю вам о существовании вариантов в русском языке. «Дрожжи» — и «дрожжи», «вощи» — и «воржи», «дольщи» — и «дожги», «вощи» — и «воржи». Эти варианты никуда не ушли, и произнесение здесь мягких согласных говорит о хорошей речевой подготовке говорящего человека. Здесь коротко нужно привести справку из такой науки, как фоносемантика. Фоносемантика — смешная наука, которая пытается психологически выяснить, как кой смысл несут звуки сами по себе. Вы, наверное, знаете, что смысл несут слова и части слов, а звуки вроде бы смысла не несут. Однако мы знаем с вами, что люди, некоторые, говорят с упором на одни звуки, и у них получается речь красивее, чем у других. Вот, в частности, фоносемантика утверждает, что самый неприятный для русского слуха звук, самый некрасивый — это звук «жи». Хотите, чтобы вас не слушали, подберите себе текст, где много «жи» подряд. И увидите, что через 3-5 минут вас не слушает никто. Более того, когда вы спросите, «А чего вы меня не слушаете?» Вам скажут «жур-жиж-жур-жиж-чур». Это описывает занудную речь, хотя вообще-то это просто звук, он ничем не виноват. Но когда мы сравниваем контексты типа «брещет заря» и «брежет заря», то вот я вас уверяю, «заря» не «брежет». «Брежет» — это неприличное какое-то по звучанию слово. Хотя так можно говорить, если говорить «брежет заря». А «брежет заря» описывает как раз то, что происходит. «Заря появился», «свет появился». «Брежет», «брыщет». В этих словах, конечно, можно употреблять твердый «жи», но сохранение мягкого «жи» здесь установлено на более серьезную огласовку русской речи. Еще один случай покажу, и на этом, наверное, завершу старомосковское произношение. Это произношение стечения согласных. Вот, например, в слове «счастье» мы с вами все сегодня произносим по-петербургски. Мы произносят «щ», да, на месте «с», «ч». А что с старомосковским? Нет, тест там не было, конечно. А то, к тому же «счастье». Это такое «счастье». И вот это вот произношение «счастье» – оно узнаваемое, и оно хорошее. Сейчас еще немножко напрягитесь, не пишите о слушании. Сегодня старомосковское произношение почти вытеснено, как уже говорили. И в то же время употребление некоторых из вариантов старомосковских, конечно, существенно усиливает речь устноговорящего человека. Более того, старомосковское произношение до сих пор преподается в театральных вузах, не только для развития речи, но и для того, но и потому, что получило в учебниках по театральному искусству, по театральной речи, понятие сценического произношения. Дело в том, что московское произношение со сцены намного лучше служит. Там, как вы уже поняли из моего показа, сложнее звуковые законы, и поэтому лучше отличаются одни слова от других. Поэтому, когда человек говорит по-старомосковски, то он может говорить очень спокойно и тихо, а мозг, аудитория будет получать правильные сигналы без затруднения. Хотя, когда я привожу вам примеры, у вас это может вызывать смех, потому что это непривычные произношения. Но если вы купите пластиночку артистов МХАТ 30-х годов, которые существуют, а зачем покупать, в интернете все выложено, просто скачайте себе такую запись и послушайте сценическое старомосковское произношение в речи артистов московских театров, до военных записи, и вы сразу же поймете, о чем идет речь. Это произношение правды в России. Вот оно просто так устроено, что оно труднее, ему надо специально учить, или вокруг должны люди так говорить. Но в некоторых случаях я призываю вас сохранять нормы произносительные, восходящие к этому произношению, если вам за это не бьют лицо. Но если бьют лицо, значит, подключайте. Ну вот, теперь другая сторона этого вопроса. Территориальные нормы продолжаем, но это другой вопрос. Вопрос о региональных произносительных вариантах. Региональные произносительные варианты. Как вы уже поняли, столичные произносительные варианты. И так, и так ты попадаешь в хорошую компанию, если ты говоришь хоть по-петербургскому, хоть по-московскому. А вот региональные произносительные варианты, к ним отношения не столь однозначны. В частности, анекдотично нам давно известно выражение по принципу «печо с Урала, что ли», которое указывает на то, что наша речь узнаваема неуральцами. Сразу узнаваема неуральцами. Это говорит о том, что у нас в произносительном варианте есть региональные черты. И здесь исторически были разные решения. В частности, в Сталинскую эпоху задача перед учителями русского языка в средней и начальной школе ставилась очень прямо. Надо искоренить диалекты. Все люди советские должны говорить на одном языке с одной произносительной. Жизнь показала, что это неправильное, что это утопия. И более того, это только помогает людям не чувствовать родства, не чувствовать своей культуры. И пост-сталинскую эпоху, где ректором отношения поменялось, а вот региональные произносительные варианты до сих пор находятся в какой-то зоне не вполне научно понятной. И мне бы хотелось внести свою скромную репту в разъяснение их вопросов. Во-первых, мне представляется, что с региональными произносительными вариантами связано очень много стереотипов, далеко не всегда правильных. Вот, в частности, мы все с вами знаем про так называемую уральская область. Все же слышали, что на урале область. На самом деле, многие ученые считают, что на урале нет. Потому что если сравнить, как окоют где-нибудь в холоде, и как произносят звуки на урале, то ни о чем урале здесь речи не будет. То есть у нас на самом деле не окоя. И что такое уральское умеренное окояние, если верить ученым, которые соглашаются с тем, что оно есть? Это произнесение звука А на месте безударного О с чуть-чуть округленными губами. Вот сравните звуки А. Это нормативное, литературное, безударное А на месте О. Оно выберет так, А. Уральский говорит так, А. То есть это то же самое А, в чуть-чуть собранные уголки губ. Чуть-чуть. Это и есть наше умеренное окояние. И мы, наш вариант произношения, что-то типа, хорошо вчера посидели. Чего не сидели? Вот это хорошо вчера посидели. Вот это вот все, это и есть наше окояние. Оно на самом деле, звука мы там произносим, но чуть-чуть собирая пиво. И, соответственно, на самом деле, когда борешься с особенностями уральского произношения, то первое, что нужно знать, что разговор об окояни – разговор для ленивых. Потому что на самом деле, если это окояние и есть, то это всего лишь чуть-чуть больше, чем надо, округленные губы. Это вещь, которая не мешает понимать нас. Более того, эстетически, ну, по крайней мере, с точки зрения античного представления о красоте, чем больше во время речи округленные губы, тем красивее. Ну, просто другие были представления. Сейчас это голливудское представление о разрезанной ртом в голове. Но вытеснило античное представление, где он должен был быть маленьким, и мы бы все с вами, с точки зрения античности, многие из нас были красивыми, потому что у нас слишком большой рот. Предел величины рта был – это ширина зрачков, если я не ошибаюсь. Все, что шире зрачков – это большой. А вообще красивый рот – это когда подплюлье носа в этом кончилось. Все, да. Ну, мы с вами, к счастью, не в античной эпоху живем, и у нас есть разные представления о красоте, и о чьих разных штуках. А теперь посмотрим, внимание, а теперь смотрим на то, что на Урале правда плохо. И то, о чем очень мало говорят не специалисты, потому что не замечают этого, к сожалению, совсем. И первая и самая негативная, одна из самых негативных черт уральской речи – это говорение со слабой артикуляцией или, прямо говоря, с закрытым ртом, с ртом-щелочкой. То есть, когда мы вот так вот все с вами разговариваем, то понятно, что у нас есть трудность. Мы все время, когда нам говорят, что это непонятно, мы пытаемся говорить громче. А через такой рот громче говорить не получится. Особенно смешно, когда человек по телефону разговаривает, и ему говорят там «не слышно», и он начинает говорить «чего я не слышно?». И там, вы как видите, знаете, что там вообще тогда ничего не слышно. Когда человек мало того, что не артикулирует, а еще пытается увеличить громкость, силу сигнала, то там просто идет помеха, и все, его не слышно уже совершенно. Поэтому, когда я, например, разговариваю со звукорежиссером, он мне говорит «тебя не слышно?». Он мне так не говорит, но он мне говорит «Сережа, отодви трубку от арта, говори почерпче». То есть, у него понимание того, от чего он начнет меня слышать, верни. А мы все, наоборот, стараемся трубку в рот положить, и это не правильно. Итак, мы правда говорим с закрытым ртом. Научиться говорить с открытым ртом очень легко. Это просто гимнастика, которую надо выполнять по утрам, когда ты чистишь зубы. Достаточно несколько раз себе говорить утром что-то типа «и-ба-бо». То есть, ты требовала растягивать рот. Внимание. Кто публично чистит зубы, вы можете еще и день из этого. Внимание. Дальше запомните, что когда вы почувствовали, что ваш артикуляционный аппарат устал, что вы, так бывает и с очень опытными говорящими людьми, что когда они говорят долго, артикулировать мускулы устают, нужно делать либо паузу, либо что-то резко поменять, чтобы рот продолжал открываться, а человек не начинал говорить с закрытым ртом. Потому что при этом включается просто связь. Соответственно, надо мыслительно повторить это «и-ба-бо». Именно мыслительно, губы тянуть больше не надо. Если вы по утрам хотя бы иногда что-то подобное делаете, то в вашем мозге отпечаток этой артикуляции сохранен. И если мозгом дать себе сигнал «и-ба-бо», то сила, артикуляция в ваш рот вернется, и все будет работать нормально. А скажите, каждый рот, когда человек зевает, не отняется? Нет, зевает это связано с воздухом, с нехваткой или нехваткой кислорода. Рот открывается, но это не артикуляционное движение. Видите ли, когда мы зеваем, ну вы сами зевая, попробуйте произносить разные звуки, и вы сразу все поймете. Зевок относится к нечленораздельному включению человека, поэтому он же и не зевая, говорит, что-нибудь ути по-моему. Актуально вопрошу. Не получится, когда он за перескать трубу и перестанет зевать. Потому что регуляция — это другой механизм нашего сознания. И так, научиться это делать легко. Причем я не призываю вас всех говорить, как Леонид Парфенов, с которого можно делать фонетические рисунки, потому что он действительно так говорит, что у него каждый звук, вот он, как будто из азбуки взят, и вот там фонетический рисунок, губ отчетливо для русского языка прослежен. Нет, нормально, не утрированно, но помнить о том, что как только вам кто-то сказал, что-что, надо не громче говорить, а надо включить архивуляционные аппараты, открыть рот и говорить открытым отроком. Но кто занимался когда-нибудь в хоре, тот знает, что сначала нас все учат открывать рот, а уже потом учат петь, потому что уральц норовит попеть через закрытый рот, и это не очень и дальше не будет. А вот теперь смотрите, что дальше происходит? Происходит, что раз мы не открываем рот, мы начинаем быстрять речь. Чем меньше всем шевелишь, тем быстрее можно говорить. Понятно, что раз я не шевелю, он очень быстро говорит, потому что там ничего не надо делать, ничего не надо. Соответственно, быстрое говорение – это следствие, а уральц говорит достаточно быстро. Не так быстро, как в Архангельской области, там неделю не понимают, что говорят, что они там встречают. Настолько быстро они говорят. А уральц говорит быстренно, но не так быстро. То есть все-таки можно понять. Но раз он начал говорить быстрее, а рот закрытый, то что у него ухудшается? Ухудшается звучность речи. Причем вот это уже очень такое строгое научное понятие. Дело в том, что в литературном языке есть три уровня звучности. Выглядит наша речь, если ее символически изображать, примерно так. То есть в нашей речи есть слабые слоги. Это слоги заударные и слоги, далеко находящиеся от удара. Они произносятся слабо, и вообще-то нашему мозгу не надо их слышать, чтобы понять смысл их. Он вообще-то на них не обращает внимания. Потому что он знает, сейчас придет звук второго уровня звучности, он будет посильнее, и он обязательно появится перед ударом. Соответственно, мозг слушает только вот эти два слога, и второй уровень звучности предупреждает его о том, что сейчас будет ударный, надо слушать. За счет этого он слушает только треть говоримого, и, соответственно, мало устает. Поэтому мы, если с нами говорит хорошая речь у человека, не устаем его слушать. А когда говорит не очень хорошо, быстро устает. Потому что когда он говорит не очень хорошо, он зачастую говорит монотонно. И есть такое научное понятие уральский монотон. Уральская монотонность – это произнесение вместо трех уровней звучности, только двух. То есть все время вторая уровень звучности плюс удар. Сами понимаете, что мозг оказывается в постоянном ожидании, когда же будет удар. И ему приходится все время слушать. Поэтому уральцев тяжело слушать. Поэтому наш мозг быстро отказывается ему. Говорит, если ты все еще не выразил мысль, тогда и не надо. С этим бороться уже гораздо труднее. В принципе, уральц легко может произносить слабый звук. В нем нет ничего. Произнесите слог «х». Вот это и есть слабый звук «х». То есть это я произнес сейчас согласный «х» и редуцированный непередний вариант. Вот этот вот коротенький звук «х». Это вот тон. Его-то мы и не произносим. Нормативно для литературного языка. Хорошо. Хорошо. Это нормативно для литературного языка. Первый слог «очень слабый». Хорошо. На Урале что мы слышим? Мы слышим одинаковые звуки в первом и втором слоге. Но если помнить про легкую огубленность, то это выглядит вот так. И отсюда и получается, что нам трудно ожидать те удары. Когда вам звонят по телефону и спрашивают вас, как дела, попробуйте ответить вместо «хорошо», «хорошо». И вы увидите, что человек вас понял и не переспросил в большинстве случаев. Потому что наш мозг от «хорошо» получает точно такой же сигнал, как от «хорошо». Есть такой пример, не мной найденный психотерапистами. Это пример. На столики книги валялись. Что я произнес? Я на самом деле произнес, и если вы заставите свой мозг сейчас вернуться, а он умеет это делать, и прокрутите эту запись в голове, то вы услышите, что я очень отчетливо произнес. На столе книги валялись. Киты какие-то непохожие слова. Однако для нашего мозга компонента «хит» вполне понятна в контексте, чтобы понять слова «какие-то». И это показывает, как слушает наш мозг. Он слушает важный смыслоразличительный момент. Он не слушает всю празу. Он слушает несколько спусков смысла. Все. А все остальное для него – это вспомогательная информация, если вдруг не понял. Тогда он может это прокрутить и понять всю речь целиком. И, соответственно, этот уральский монотон, с ним надо бороться. И бороться путем осознанного ослабления за удары. Это самое простое. То есть в концовке слов произносить, чтобы звук был, чтобы он там был слабенький, и помнить вот об этих слабых звуках «хит», которые и составляют третий уровень звучности в русском языке. Дело в том, что как побороться с монотонностью, тут легче всего поговорить достаточно долго с человеком, который отчетливо владеет литературным произношением, и просто подражать его произношению какое-то время. Потому что этот звук произносить легко, и если мы его освоили, то мы это берем и просто пользуемся. Но гораздо хуже, что при нашей ускоренной и плохо артикулированной речи мы утрачиваем в речи логические ударения и логические интонации. И, соответственно, вот эта вот утрата интонации логических, она не приводит к тому, что наша речь вообще без интонации. Речи без интонации не бывает. А она приводит к тому, что на место логической и разнообразной интонации приходит однотипная циклическая интонация в нашем случае в случае уральцев ее называют висячей интонацией висячая интонация это интонация знака вопроса если вот очень просто объяснять то есть подъем тональный вверх но не в конце фразы а после каждых двух-трех-четырех слов вот циклическая интонация она вот так то есть независимо от подлинного членения речи начал говорить быстро плохо артикулируя он начинает поддерживать свою речь одной и той же интонации нелюбезные уральцам лингвисты называют это уральским кваками и я сейчас объясню почему потому что когда слышишь издалека таких людей то ты не слышишь о чем они говорят а зато хорошо очень слышишь звук подъема интонации потому что после каждых двух-трех слов он делает вот этот план книжки есть у кого я не умею показать висячую интонацию без письменного текста из журнала инструкция ну я и буду ее всю читать это очень легко понять как это происходит в университете действует пропускной режим рекламентированный утвержденный ректором инструкции работники пропускаются в помещении университета по пропускам учащиеся по студенческим билетам то есть вот это вот произношение это и есть произношение с висячей интонации причем я старался сейчас произносить это достаточно медленно чтобы вы понимали соотношение участков речи и этой интонации но в подлинной речи уральцев это достаточно быстро и вот появляется это кваканье циклическое не привязанное смыслу сказанного вот с этим бороться очень легко и можно легко научить как это делать но самый простой способ если вы ненавидите книги то надо научиться делать паузу после любых двух слов правда это очень просто то есть вы говорите например дорогие студенты сегодня я пришел вам что-то сказать о культуре речи и вот при такой при таком членении она совершенно искусственная я подчеркнул просто искусственное паузирование через два слова вдруг возвращается логическими потому что так паузировать и не соблюдать логических интонаций просто не получится даже если вы захотите потому что смысл там ваших словах есть и вы будете его где нужно то понимаете нужно опускать и вот раньше выборы существовали в нашей стране и там было видно очень хорошо кандидатов депутатов которых только что научили как правильно говорить они все таки говорили два слова пауза два слова понятно что есть более серьезные способы научиться в правильной интонации это прочитать стихи вслух медленно то есть открываешь любую книжку любишь не любишь стихи вслух читаешь дело в том что стихотворная речь она заставит вас ритмизировать и делать интонации такие которые логически обоснованы они связаны с вашими и здесь опять будет тот же самый механизм что и побок в момент когда вы почувствуете что вы заторопились занервничали надо вспомнить как услуг читали и попытаться примерно эту же интонацию изобразить и у вас все получится потому что мозг хорошо отличает интонации мы можем быть предпринимательного слуха но мозг очень тонко разбирается в интонировании и если у него есть образец памяти что такое интонированная речь то он до тех пор его возвращает по первому вашему и так вывод по региональному варианту по региональный но в региональном произношении есть узнаваемые черты которые не вредят пониманию не вредят пониманию и здесь выбор за каждым из вас хотите говорить как говорят в вашем регионе на здоровье стесняетесь почему-то значит пользуйтесь этим как двумя красками рассказывая не тот про уральца говорите не по уральски рассказывая не тот не про уральца говорите не по уральски на здоровье то есть произносительные краски это всегда краски значит ими можно пользоваться но есть в региональном варианте те черты которые существенно вредят пониманию речи существенно и вот эти черты надо знать надо знать как с ними бороться надо вычищать из своей речи по крайней мере внятно реагировать на сигналы когда вам кто-то говорит извини я не понял вы опять не понял вы опять не понял знаете или говорит я не расслышал я не расслышал если вы знаете что этого человека вообще-то нормальный но он трижды вас не раз слышал будьте уверены что это вы так произносите что он не может раскодировать вашу речь и раскодировать ее он сможет как только вы про артикулируете все нормально как только вы позаботитесь о том чтобы тонация соответствовала сказанному и темп вашей речи будет воспринят как нормативно переходим к следующей части нашего разговора что свои особенности я не специалист по региональной речи не могу так оценивать но конечно свои трудности есть всюду когда мы говорим о речи не специально подготовленных людей потому что здесь мы во власти диалектов во власти просто речи во власти обыденной торопливой речи и очень важно вот это разграничение отличать важную речевую ситуацию вот какой-то вроде бы не очень важно дело в том что нас подавляющем количестве окружают ситуации не очень важны где можно говорить и так и сякать как угодно идя все равно но потом приходит вот эта речевая ситуация где важно сказать хорошо ей надо быть готовым надо ее отличить и здесь заговорить лучше вот многие этого не умеют и под влиянием обилия подавляющего плохой речи не очень чистой речи они как раз оказываются неспособными в нужный момент перестроиться и заговорить лучше заговорить впечатляющий хорошо переходим последний фрагменту норма эта типология называется по уровню полуровневая норма предполагает общее правило по уровневой нормы можно записать так правило одного из этого уровня нельзя автоматически перенести на другую правило одного языкового уровня нельзя автоматически перенести если из речи нейтральной такой человеческой перевести это в речь эмоционально окрашенную то это будет выглядеть так любой человек который не аналитически сказал вам что вы плохо что-то говорите он гад по отношению к вам независимо от того учитель это ваш друг родитель или кто-то еще и особенно чем больше он специалист в языке тем больше он газ по отношению к вам дело в том что человек не говорит плохо в принципе он всегда говорит с недочетами на каком-то языковом уровне и специалистам положено уметь это видеть в чем проблема у человека да и человек сам зачастую может сформулировать например может сказать я начинаю говорить об одном и потом сбиваясь начинаю говорить про другую и с ним понятно что делать понятно какие упражнения давать или ты слышишь и видишь что у него плохо выра плохо работа на артикуляционный портрет слуха это неделя занятий у человека все нормально там я не говорю сейчас о логопедической трудности там бывают разные случаи запущенности артикуляции аппарата когда трудно что-то выправлять но когда человек осознает что у него бедная речь ему достаточно недели двух недель занятий чтобы она перестала быть бедным и когда какому-то ученику преподаватель так ладно вас ты сядь и так плохо говоришь пусть лучше петь отмечает вот вот это ужасно потому что плохо говоришь это как будто иди повеситься потому что вот все навсегда то есть и это не нормально по отношению к речи нормально это и самому разбираться и другим помогать находить те участки речи в которых у человека проблема искать в сборниках упражнения работающих целенаправленно работающих целенаправленно с этим участком речь и тогда совершенствование для чего и будет достижимы и так рассматриваем эти но называем во первых это нормы связанные с произношением и здесь мы говорим о нормах акцентологических акцентологические нормы это правило постановки ударения мы с вами на занятиях будем говорить в основном о словесном ударении хотя понятно что для живой речи гораздо важнее логические интернационные ударения но рядом с акцентологическими нормами за произношение отличает нормы арка эпический корпус правильно произношу это правило произношения буквосочетаний арка эпические нормы правила произношения буквосочетаний это то что связано с фонетикой в языке нормы связаны с фонетикой с лексикой связаны лексические нормы лексические это правило точного слова употребления и мы с вами отдельно не будем изучать но для общего развития назовем их правило точного слова употребления рядом с лексическими нормами находятся нормы слова образовательные правила создания новых слов слова образовательные и нормы фразеологические нормы фразеологические это правило употребление устойчивых сочетаний эти нормы считаются промежуточными уровнями мы с вами рассмотреть не успеем хотя сами по себе они достаточно интересны и развернуты следующее у нас это морфологические нормы морфологические нормы это мы уже перешли на уровень грамматики это правило склонения и спряжения слов правило склонения и спряжения слов и передачи грамматических значений формой слова и передачи грамматических значений формой слова также на уровне грамматики находятся синтаксические нормы синтаксис это правило построения словосочетаний и предложений правило построения словосочетаний и предложений марпология синтаксис соответствует грамматики в широком смысле грамматики те нормы которые я назвал это нормы относящиеся к ядру языка нам с вами кроме того неплохо известно существование орфографических норм и пунктуационных норм но хотелось бы подчеркнуть что несмотря на важность знания орфографических и пунктуационных норм эти нормы не относятся к ядру языка если эти растут как бы из самого языка то вот это это договоренность людей передавать определенным образом на письме устную речь то есть орфографические пунктуационные нормы посвящены передачи на письме устной речи и это договоренность чистой воды то есть все правила которые есть в орфографии пунктуации это просто договоренности писать так и иначе в каких-то случаях тогда как вот эти вещи связаны не с договоренностями а с глубинными сущностными свойствами языка вот из того что я говорил о языковых нормах теперь выясните почему это важнейший инструмент совершенствования речи дело в том что надо не просто знать норму и уж тем более не просто соблюдать норму норма это инструмент выбора вариантов выбора вами того варианта который вы посчитаете для себя самым важным и самым нужным и пока вы это делаете неосознанно интуитивно у вас слабый контроль выбора этого варианта как только вы пытаетесь осознавать почему один а не другой вы этот контроль усиливаете и значит в сложных для вас и важных для вас случаях у вас больше шанса добиться эффективности речи понятно надо еще один момент здесь проговорить не столько подзапись сколько для понимания самого явления нормы в культуре дело в том что норма с точки зрения культуры это не граница между там хорошим ровным приятным местом где можно проводить замечательное время и какой-то гиеной огненной куда не дай бог свалиться вот не нормативно это не гиена огненная на самом деле норма или норма с точки зрения культуры это всего лишь граница проведенная в одной плоскости границы и все поэтому ее так важно знать где она что вот границу провели это не значит что тебе запретили ее переступать да переступай сколько хочешь главное знай вот можно собирать грибы из того леса и это один результат а можно вот отсюда и это другой результат и в общем какие грибы тебе надо такие и берем твое дело понятно это не наркотический был контекст а просто по факту это граница ты сам выбираешь откуда брать варианты но когда ты не знаешь где она то ты берешь непонятно какие грибы и это всегда не очень хорошо дальше мы с вами двигаемся в следующий инструмент инструмент совершенствования речи это качество хорошей речи или чаще сегодня в науке их называют коммуникативные качества речи это следующий инструмент у нас был языковой авторитет языковая норма и теперь коммуникативные качества речи коммуникативные качества речи даем определение это эмпирически осознанные эмпирически осознанные инструменты редактирования текста эмпирически осознанные инструменты редактирования текста способствующие формированию речевой способности способствующие формированию речевой способности поясняю эмпирически осознанные то есть здесь не подводили какую-то теоретическую модель здесь логика шла от простой идеи вот написал ты текст ты им недоволен что нужно перепроверить чтобы застраховать себя от оплошности и сделать этот текст лучше вот путем эмпирическим путем изучения того что люди собственно делают чтобы текст который только что был не очень хорошим стал лучше были выявлены эти качества речи эти свойства хорошей речи почему здесь говорят еще и о формировании речевой способности вот тут опять нужно быть повнимательнее тем кто действительно ну хочется не просто получать зачет а чего то понять в нашем предмете потому что наш мозг его очень трудно приказывать напрямую почти невозможно если было возможно было бы легче говорят что человек умеет летать только мозг не дает там где-то левитируют люди в каких-то дырах и если бы с нашим мозгом все было легко мы бы просто ему сказали взлетай и он бы взлетел но этого не происходит наш мозг не поддается простым управлением но с другой стороны у нас есть способ опосредованно влиять вот в области речи это очень хорошо видно потому что научить мозг говорить трудно и известно что если люди там воспитывались животными до какого-то времени то они говорить потом никогда не начинают а почему не начинают а потому что им не надо ну не надо и они потом никак не могут себя заставить поверить что это правда надо а зачем правда и так у них все получается то есть мы научаемся говорить когда нам кажется что это надо когда вот без этого не может мы верим то что надо но потом каждый раз когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями в плечи нам надо опять свой мозг убедить в том что надо что-то сделать вот я на словах сегодня сто раз говорил о выборе но кто из вас прежде чем что-то сказать он пишет два варианта этой речи а потом уходит друзьям и советуется как лучше думать вот так или вот так никто и думал хотя это норма именно так и научаемся мы хорошо говорить то есть написав текст похуже надо сесть и по определенным правилам его отредактировать вполне вероятно что при этом текст станет еще хуже это предсказуемо это происходит почти всегда и это сопоставимо помните эти знаменитые эксперименты пройди по нарисованной на асфальте черте потом поднимают гремно такой же ширины и говорят пройди на метре высоты и люди начинают падать на три метра поднимают а люди валятся как один они уже сразу отказываются почему потому что мозг мозг говорит ой не пойду а по асфальту не говорит а ведь движение то же самое если человек пройдет по плену ну там сто раз он потом удивляется а что это другие не ходят это же легко мозг это делает абсолютно то же когда заставляет нас идти по линии и по плену абсолютно то же самое соответственно чтобы научить свой мозг решать языковые задачи надо сначала показать ему правила как это решается и насильно заставить его раз десять это сделать наплевать при этом что может быть результат хуже по дороге он все равно обучается и понимает что вы от него требуете чтобы он делал это 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 и это что он дальше начинает делать он уже на момент порождения текста выполняет все ваши задачи чтобы вы отставили и за счет этого и происходит совершенствование речевой способности что он уже на момент порождения текста прогоняет готовую речь через все те операции через которые вы потом заставите это сделать и все у нас речь становится на порядок лучше сразу же через небольшую вот эту через небольшой блок упражнений ну давайте посмотрим что это за качество подчеркну что они почти все вам знакомы они почти все вам знакомы но я буду некоторое определение менять и уточнять я прошу вас за этим следить и не реагировать на то что а там мы все это знаем потому что там есть существенные модификации по отношению к такому наивному представлению изначально школы о том что такое качество речи начнем с важнейшего это правильность правильность написав не очень хороший текст первое на что мы можем легко его проверить это направленность в начальной школе говорится что это соответствие всем нормам языка это не вполне так и здесь нужно держать в голове некоторое общее представление о текстах Гоголя, Достоевского или Платонова например если вы и какой-нибудь с этих имен рядом не пишите вам будет легче рядом это не с собой а там где правильно не кажется почему я эти имена упомянул потому что если взять и на представление о литературной правильности справочника отредактировать Андрея Платонова то там исчезнет стиль Андрея Платонова как крупного русского писателя то есть там с точки зрения такой нормативности много ошибок я уж не говорю там про других авторов помните такое кино осенний марафон не помните пересмотрите неплохой фильм вот там есть образ переводчика по моему датского я уже сейчас не помню который переводит Достоевского и вот он у Василашвили играет еще так главный роль в какой-то момент спрашивает я тут в книге у Достоевского прочитал обрезьяны я думаю это ошибка тот ему говорит нет это не ошибка Достоевский хотел написать обрезьяна есть обезьяна а Достоевскому надо было обрезьяна вот так надо кто-то сидит и думает нет Андрей послушай я думаю это ошибка так это у Вас опечатка у Вас бывает это да я думаю нет Достоевский так хотел вот эта возможность нарушать нормы когда тебе это зачем-то надо когда ты хочешь выразить какой-то смысл например изобразить портрет говорящего который говорит неправильно или еще для чего-то у тебя должна быть возможность не только соблюдать правила но и отступать от них в этом смысле правильность речи предполагает что варианты выбраны вами с учетом правил неосознанных качество речи правильность предполагает что варианты выбраны с учетом норм и осознанных то есть за каждую вещь которую другие могут назвать ошибкой вы отвечаете и знаете зачем это сделать и верите что другие Вас тоже поймут правильность речи предполагает что варианты выбраны с учетом норм и осознанных дальше мы движемся следующее качество хорошее речи это логичность логичность здесь достаточно просто расшифровать какие операции мы делаем с текстом потому что мы проверяем кирд логичность предполагает что речь связна мы проверяем связно что речь И завершена. То есть вот на 4 операции надо проверить логику своего текста. Связная речь, последовательная, по возможности непротиворечивая, завершенная. По возможности непротиворечивая. Это вот отклонение от школьного представления, там сказано непротиворечивая. Дело в том, что есть противоречивые объекты описания, их описание и должно быть противоречивым. И это надо помнить и различать с той ситуацией, когда вы сами не знаете, про что пишете, и от этого противоречивая. Следующая картина. Я хотел бы сказать о завершенности. Незавершенность есть, а противоположных искажений. Его дело, это пожалуйста, он может это делать. И там мы знаем много великих произведений искусства, которые считаются незаконченными. И хотел ли нам сказать это автор или нет? Может быть. Но завершенность это все равно тип завершения. Вот оставить незавершенным это тип завершения. А так вот вас, знаете, я должен привести вам пример. Провел преподаватель у вас дисциплину сложную, интересную. И все что-то все поняли. И все такие молодцы. А он на экзамен не пришел, и никаких документов того, что вы все молодцы не оставили. Вот это и есть незавершенность. Может он тоже что-то хотел сказать? Но по-моему, да. Следующее качество хорошей речи – это точность. И здесь надо разграничивать фактическую точность. Ее я пояснять не буду, это понятно, что это соответствие фактам. Но фактическая точность, по-моему, имеет роль дополнительную. Дело в том, что я сам ее могу перепроверять. Если вы набрали фактор, я, например, никогда не беспокоюсь, когда читаю журналистскую работу и вижу, что факты вызывают сомнения. Я просто открываю такие источники и проверяю, и сразу решаю, врун или не врун. И мне все становится гораздо понятнее. Пусть влет сколько хочет, это легко проверить. А вот когда мы говорим о другом типе точности, там проверить что-то очень трудно. Эта точность называется речемыслительной, в одно слово, речемыслительная точность, которая предполагает соответствие слова и мысли. Соответствие слова и мысли. То есть это такое ответственное отношение к речи, когда ты сам уверен, что твои слова точно выражают смысл сказанного тобой. Что вот эта вот фраза опять борщ, она у тебя не возникнет, потому что как ее понимать, никогда не под ней ясно. Нужно ее раскрывать, нужно заботиться о том, чтобы мысль была понятна. В жизни это примерно такая цепочка. Понять, что я думаю, понять, что из того, что я думаю, я готов рассказать другим людям. Подобрать такие слова, которые скажут только то, что я хочу, чтобы они поняли и ничего другого не скажут. То есть цепочка достаточно длинная, хотя в жизни это происходит как очень быстрый процесс. От момента захотел говорить и сказал, но мы по дороге очень часто говорили не то, что хотели. Про точность сказал, следующее качество, оно зеркальное по отношению к точности, это качество ясности. Если точность это позиция говорящего, то ясность это учет позиции слушающего. Ясность предполагает, что речь доступна слушающему. Конечно, есть типы речи, где на доступность слушающему установка не делается. Например, научная речь по определению речь для такого же ученого, как ты, занимающегося той же наукой. В этом смысле, когда они говорят друг к другу, никому ничего не ясно. И это часть научной работы, что это позволяет вам обсуждать узкие проблемы, которые не ясны другим людям. Но как только этот ученый вышел перед ненаучной аудиторией, захотел что-то говорить у него, он не может сказать, я уверен, что я сказал все точно. И если вы не поняли, идите все, учитесь в МВТИ, еще куда-нибудь и потом придете и поймете, что я вам говорю. То есть он не имеет права на такую установку, его речь должна быть ясной, в том смысле, что доступной слушающим. Итак, вот это правило ясности, оно предполагает, что если люди просят уточнений, если люди говорят, я не понял, то ты не пытаешься и повторить то же самое второй раз. Это почти никогда не помогает. А ты пытаешься понять, в каком участке было темное место, и пытаешься его прояснять. Понятно? То есть ты умеешь находить эти темные места. Дальше, следующие два качества тоже всегда идут рядом, но мы их напишем по очереди, это богатство и выразительность. Сначала богатство речи. Вот со школы у нас есть такое ощущение, что богатство речи это большой словарный запас. Это не так. Это не так. Богатство речи предполагает, что речь разнообразна в той мере, в какой это необходимо собеседует. Речь разнообразна в той мере, в какой это необходимо собеседнику. Соответственно, если собеседнику не ясны какие-то из сложных слов, которыми я могу блистать, я должен их исключать из своей. То есть такое разнообразие не нужно. Но важнее тут понимать, что это вообще не связано напрямую с лексикой. На самом деле богатство речи всегда начинается с богатства интонации, с богатства голоса, тембрального богатства, с богатства мысли, когда ты можешь говорить так, чтобы людям было интересно следить за твоей мыслью. То есть даже элементарное богатство громкости, как потенциала твоего голоса, это чрезвычайно важная вещь. Вот в аудитории есть легкие для речи и тяжелые. Вот, например, эта аудитория всегда кажется мне тяжеловатой, потому что здесь тихо говорить трудно. Здесь аудитория просто так объединена, что все время выводит тебя на громкие голосы. Понятно, что слушатели устают. И поэтому, когда тихо говорить, что нужно давать людям отдыхать, если я попытаюсь, мне кажется, здесь говорить тихо ту информацию, которую вы должны записать, то вы это, скорее всего, не сделаете. Потому что аудитория сама завязана на громкие голоса. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Но если я попробую быть очень разнообразным в громкости и внутри одной фразы переключать от шепота до крика, то понятно, что ничем иным, кроме как идиотизмом, это не есть. Вот в этом смысле богатство — это всегда гармония. Это не попытка просто быть разнообразным ради разнообразия. Это важность установки на то, что ты такой, каким тебя удобно воспринимать. Чтобы хорошо понять богатство речи, надо понимать бедность речи. И бедность речи — это и монотонность интонации. Это и когда мы плохо знаем английский язык и издаем тему «Моя семья», всю через структуру АИХЭП. И у нас везде получается, я имею мою семью, моя семья имеет трех человек, мой папа имеет еще вторую семью, он имеет там двух моих браков, моя семья имеет трехкомнатную квартиру, которая имеет кухню и раздельный санузел. Все мы имеем одну кошку. То есть вот без того, мы можем... Это и бедность речи. Причем, когда мы берем чужой язык, нам это сразу видно, это вскрыто. Но мы в своем языке очень часто грешим тем же самым. Мы... Даешь студентам письменную работу, все умные, все хорошие, смотришь, у всех одни и те же сложно подчиненные предложения со структурой о том, что. Каждое предложение о том, что, о том, что, о том, что, о том, что... И еще внутри этого предложения о том, что хотел сказать, о том, что подумал. И человек, в любом случае, в грамотных хороших не замечается. Выразительность речи предполагает, что речь строится по законам эстетики. Речь строится по законам эстетики. То есть она красивая. Не с метафорами и сравнением. Это да может быть, а может и не быть. А красивая. И красоту каждый из вас в своей речи должен достигать, ориентируясь на свои способности. У кого прекрасный музыкальный голос, тому и думать ничего не надо. Он выйдет, будет любую околесицу нести, его все равно все будут слушать, потому что он просто красиво звучит. И очень красиво. И сколько будет говорить, столько будет слушать и хлопать потом. Потому что это красивый голос. У кого-то нет таких данных, значит он должен больше думать и строить красоту за счет выспительных построений, за счет отбора слов, за счет умения строить композицию своего текста. То есть за счет чего красота – это ваш поиск. У красоты нет единого закона, как делать речь красивой. Кушкин написал замечательную прозу, сознательно отказавшись от модных тогда средств выразительности. А просто чередуя быстрые и короткие предложения и длинные описания, за счет чего достиг потрясающего ритма в своей речи. И до сих пор начинаешь его читать сразу почему. Он упрекает вот этим ритмом текста. Чистота речи. Речь должна быть чистой. Это значит, что она строится по законам этики. Этики. То есть по нравственным законам. Чистая речь. То есть речь этичная в первую очередь. Основной закон этики делают другому, кто готов принять по отношению к себе. Хочу это принять. Соответственно, твоя речь не оскорбительна, и твоя речь не содержит бессмысленных элементов. Вот две важнейших черты. Не оскорбительно, не содержит бессмысленных элементов. Любой бессмысленный элемент – это неуважение к слушающему. Потому что наш мозг пытается декодировать все. Создали бессмысленный элемент, он не декодируется, значит загрязнили речь. Когда мы говорим о словах-паразитах и мате, надо быть серьезней, потому что слова-паразиты не всегда паразиты, а очень часто прагматические знаки смысла речи. Об этом есть целый ряд научных публикаций, если кому-то интересно, можно потом спросить. Пока не буду публикацией. О мате. Помните, мат – это оружие русского языка. Именно оружие. Соответственно, просто так бессмысленно материться, бесполезно, все равно, что вы с автоматом Калашникова по улицам ходите и постреливаете. В этом смысле, особенно дедушкам надо уметь владеть матом, это может спасти в целом ряде ситуаций, потому что от них никто не ждет, что она сейчас внятно что-нибудь объяснит с помощью мата. Но при этом не забывайте, у мата огромная оскорбительная сила. И вы друг друга можете идти весело друг друга материть, и вам кажется, что это никого не обижает. На самом деле, любой чужой человек рядом будет обижен вашим матом. У мата такое свойство. Он сильнее всего воздействует на неучаствующих в разговорах. Кто не верит, едет на Гимаш, садится в летнее кафе после большой компании, пьет чай, не слушает чужой мата. Вы сразу поймете, вас не трогают, вас не обижают, сидеть противно. Причем вы сами можете быть большим матершинником, а сидеть будет все равно противно, потому что негатив этого мата, этого оружия языка будет прилетать к вас. Это проверенные вещи. Кому интересно, тоже потом можем обсудить. Последнее качество. Уместность. Уместность. Три типа уместности выделяют. Первый из них – это ситуативная уместность, очень понятная, я думаю, предполагающая учет ситуации. Второй тип уместности – это личностно-психологическая уместность, предполагающая, что вы следите за характеристиками своего собеседника и задумываетесь о том, что для него значат ваши слова. И здесь есть навыки, связанные только с жизненным опытом. Ну, например, я был когда-то удивлен, много в жизни мне пришлось общаться со слабовидящими, и я был очень удивлен, когда узнал, что они обижаются на зрячих за то, что зрячие не употребляют рядом с ними глагол «видеть». Потому что слепые друг другу совершенно спокойно говорят, что это типа «футбол сегодня смотреть будешь», он отвечает «буду», и это для них понятные, нормальные слова. А когда зрячий не говорит ему «смотреть и видеть», они считают, что это их дискредитирует. Когда у слепого спрашивают, который час, он протягивает руку и говорит «на, посмотри». И он говорит это хоть слепому, хоть зрячему. Потому что слепой откроет у него циферблат, слепло, и потрогает стрелки, и будет знать, который час. То есть слепой смотрит, просто не так, как зрячий. Не обижается. Но это мы узнаем только общаясь. Но есть вещи, которые мы знаем и так. Одна подруга другой говорит «классный тональник, прыщиков почти незаметно». Здесь не надо быть очень умным, чтобы понимать, что человек не любит обсуждать свои прыщики, особенно, когда они замазаны тональными. Но мы это делаем с бошаря. Мы это делаем регулярно. Целый день поди, высеньку-то зачёс. Мы как будто забываем, что эти правила и обратно распространяются. И за этим надо смотреть. И последний тип уместности – это стилевая уместность, за которой стоит правило. Выбрав стиль речи, не прибегайте до стилевым элементам. Выбрав стиль речи, не прибегайте до стилевым элементам. Мне однажды довелось наблюдать передачу, может, я вам уже говорил об этом, как Хакамада с Жириновским ругалась. Но сначала всё было нормально, Хакамада как Хакамада, Жириновский как Жириновский. И голосующие голосовали примерно одинаково. Но тут Жириновский, наконец, достал Хакамаду, и она начала визжать, и словами Жириновского ругать Жириновского. И столбик голосования за Хакамаду в этот момент остановился, а Жириновского только прокрессировал. Все, кто голосует за Хакамаду, не хотят, чтобы она говорила, как Жириновский. Им это не интересно. Если бы им нравилось, как говорит Жириновский, они бы сразу не согласны. Но за неё они голосуют, только Пахана в своём стиле. Как долго она пытается доказать, что я тоже умею скандалить, как Жириновский, она никому не принесла. Жириновский у нас уже есть. На сегодня это всё. Всего доброго.